Совсем скоро праздничный салют озарит небо мирное вот уже 71 год. О дне победы сложены песни, написаны книги, сняты фильмы. Но в каждой семье сегодня вспоминают своего героя и делятся этой памятью с другими. Наверное, в этом смысл понятия бессмертия. А зримым его сделали сегодня колонны бессмертного полка. В одной только Москве более 700 тысяч человек. Партизан Иван Конопешко. Сержант медицинской службы Сергеевская Валентина. Красноармеец Алексей Кузнецов. Гвардии полковник Антоненко Иван. Артиллерист Яков Жучков. Рядовой пулеметчик Адикенов Али. Перекличка. Равнение на тех, чьи глаза и улыбка всегда в памяти. Тех, чьи черты переняли. Тех, кто подарил победу. Вот он, полк бессмертный и непобедимый, где единым строем шагают солдаты, полковники, генералы, наши родные. И каждый шаг и вздох сегодня будто от их имени. Свой путь мы начинаем от белорусского вокзала, который помнит миллионы прощаний и столько же долгожданных встреч. Отсюда на фронт уходили первые эшелоны. И сюда в 45-м году прибывали воины-победители. Сегодня здесь будто исток нескончаемой реки памяти. И эта река бурлит от улыбок и слез, от воспоминаний, которые греют душу. Это мой прадедушка. Он ушел на войну с тремя сыновьями. Его мама шила им три мешочка и положила в них черный хлеб. Она велела им не есть его даже в самых трудных ситуациях. И сказала, если они не будут это делать, то они вернутся домой живыми. И как вышло? Вернулись? Да, вернулись. Для нашей семьи это не просто ложка. Это подарок фронтового друга моего деда Георгия Кузьмича Елизарова на память о днях Сталинградских. Что тогда можно было подарить? Кружку, ложку, пилотку. О том, что вещи хранят память, маленькая Наири обязательно узнает. А пока слушает рассказ папы о храбром прадедушке, который был футболистом и добровольцем ушел на фронт. Это его. Часы, которые ходят до сих пор и будто напоминают. Жизнь – подарок. От них. Тех, кто смотрит строго и ласково с потускневших снимков. Сегодня мы принесли на бессмертный пол часу твоего прадеда. Вот уж и правда. Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой. И даже самые маленькие участники акции, казалось, не давали ни единого шанса в этом усомниться. Разрешите доложить? Коротко и просто. Я – большой охотник жить. Лет на девяносто. Я никогда не видела войны. И ужаса ее не представляю. Но то, что мир наш хочет тишины, сегодня очень ясно понимаю. Бабушки наши, дедушки наши, будем вас помнить и вами коротиться. Мы его ценим. И ценим мы его как человек, который внес вклад, общий вклад. В нашу общую победу, правильно? Каждый рассказ – летопись в истории войны. Искренняя, пробирающая до мурашек. Концентрация эмоций. Тут какая-то непередаваемая. Чувство даже не выразить словами. Очень помогает музыка. Сейчас вы слышите, что весь бессмертный полк поет легендарную Катюшу. ПЕСНЯ Но стоило им начать рассказывать о невероятных историях любви, которые случались на войне, голос начинал дрожать, а на глазах часто появлялись слезы. И даже не верилось. Такие чувства, правда, бывают. И отдавать всего себя ради любимого – не пустые слова. Вот это моя мама. Значит, когда он потерял кровь, большое количество, его, значит, принезли в госпиталь, а крови не оказалось первой группы. Она отдала свою кровь, прямое переливание. И спасла его. А через год они поженились. А еще через год я родился. Мои родители познакомились в Берлине. Каждый причем дошел туда своим путем, своей дорогой. А познакомились они у Рейхстага. Мама попросила приподнять ее для того, чтобы расписаться. Все первые, так сказать, ряды были заняты. Приподнял ее папа. После этого они прожили более 50 лет. До сих пор в нашей семье бережно хранятся все письма с фронта. А кому он писал? Он писал, конечно, моей маме. Их невозможно читать без слез. Валюша, я не могу смотреть. Когда мы освобождали эту деревню, одни печины. И только среди золы, случайно утеревшей, не знаю, каким образом, цветок геранит, цветет на зло в синем чаре. И это тоже любовь. Когда не осталось ни единой фотографии. Но внучка идет в полку в память о своем деде. Или вот, одна лишь каска на плакате передаст всю боль утраты, лучше всяких слов. Память одна на всех, словно лейтмотив этого шествия. Колонну на Красной площади возглавил Владимир Путин. В руках президента портрет отца, Владимира Спиридоновича Путина. Несмотря на броню, он пошел на фронт, получил ранение на Невском пятачке. Небольшой плацдарм, что сыграл ключевую роль при блокаде Ленинграда. Пройти в 45-м по Красной площади и вдыхать в воздух Победы, конечно, мечта. Каждого, кто боролся, верил и подвиги считал просто долгом. Думаю, окажись, мой прадедушка, Федор Петрович Мельников, на празднике Победы обязательно сыграл бы на аккордеоне или балалайке. Инструменты освоил во время войны, которую прошел от первого до последнего дня. Он был шофером, водил машину со спецсвязью. Трижды чудом не погиб. Успевал переехать мост, а через секунду он обрушивался. Жаль, что про дедушку я знаю только по фотографиям и рассказам. Я очень им горжусь, и сегодня мы будто бы вместе шагаем плечом к плечу. Единым строем правнук и прадед. Оба Сергея. На портрете маршал Сергей Березов. Герой Советского Союза, он похоронен у Кремлевской стены. Знать историю своего родного героя тут для каждого великое счастье и великая боль, если страницы жизни оборваны, а факты спутаны или вовсе неизвестны. Игнастович Иван Сидорович. В 44-м году Прусский фронт где-то под Калининградом погиб. Я все, что могла, смотрела, запрашивала, но мы не можем до сих пор его найти. Отец, его сын Николай жив, и он будет счастлив, если он узнает, потому что когда он был солдатом, он его тоже искал. Теперь я, дочь его, ищу своего дедушку. Бессмертный полк, как бессмертная армия, где не знают усталости, где нет непреодолимых границ и расстояний, где нет ничего невозможного, когда победитель в сердце. Я из Азербайджана. И вы сказали мне, что если бы даже не летали самолеты? Не летали самолеты, ни машины, я бы пешком за месяц. И даже и шаки не ходили бы? Да, может быть, у нас и шаки еще есть. Он спал в деревню, не дал врагам пройти через мост. Он взорвал мост. И этим я горжусь, своим прадедушкой. Тебе тяжело было сегодня идти, скажи мне? Да, но я старалась. Спасибо за победу. Слова, которые звучали сотни, тысячи, миллионы раз. И каждый от самого сердца. Это мой долг, сводить дедушку на парад. Я считаю, что если бы он дожил до наших дней, он был бы счастлив видеть, что столько людей помнит. Бабулечка, это для тебя. Вот дедушка пришел на Красную площадь. Он в 17 лет ушел на фронт, приписал себе год и дошел до Берлина. Очень тяжело, даже говорить тяжело сейчас, на самом деле. Потому что для моего деда это вообще единственная возможность. Ну вот как-то показать то, что он был и участвовал, потому что погиб на второй день. Ветераны, дорогие, спасибо вам за чистое небо, за это великолепное будущее и это настоящее. Спасибо! Спасибо! Васильевский спуск. Тут счастье завершается. И магия праздника творит чудеса. Потому что сегодня сбудется мечта всех, кто ждал своих родных и любимых с фронта. Бессмертный полк. Все эти молодые люди и девушки, что смотрят с портретов, вернутся домой, чтобы через год встретиться снова. Екатерина Березовская, Сергей Мухин, Олег Колчков и Марина Елисеева. Первый канал.